всем привет продолжаем играть fallout и я продолжаю зачитывать книгу совершенный код стива макконнелла ну говорить уже не буду если вы не купили то бегом бегите покупайте потому что уже начинаем главу десятую но если вы до этого не купили значит значит не купили короче надо первую очередь загрузится а я уже вспомнил и загружайся это я был внизу внизу в аббатстве залез пещеру и тут он всякие всякие куча всего но это локация я так понял в фоллауте в дорогу вообще она была выпилена ее не было но у меня какая-то видимо сборка для которой эта локация есть она то есть была разработана все но по каким-то причинам ее выпилили насколько я понимаю я не помню на самом деле чтобы ну тогда когда я играл чтобы была эта локация ну я бить их не стал прошлый раз и по моему говорил что их всех перебью пойду дальше но я подумал зачем их всех перебивать если в процессе бойни можно спокойненько дальше зачитывать книгу и мы подошли к десятой главе а это общие принципы использования переменных ну-ну-ну-ну написано что эта глава будет особенно полезно опытным программистам довольно часто мы применяем рискованные подходы не имея полного представления об альтернативах а после используем их силу привычки так ну да ладно я думаю начнем и и и и тут такой сразу вопрос в книге но я короче буду их валить пока я промахнулся бывает так и тут такой вопросик сразу же что вы знаете о данных создавать данные вы должны в первую очередь понять какие именно данные вам нужны обширное знание о разных типах данных важнейший компонент в инструментарии любого программиста введение в типы в в типы данных в этой книге как бы вы не найдете ну и тут есть такой тест на знание я наверное его зачитывать не буду но в этом тесте на знание перечислены вот такие всякие имена и типа говорят поставьте себе один балл за каждый термин который вам известен а если термин кажется знакомым мы но вы не уверены в его значение значений поставьте себе пол балла и и тут такой список список ну не несколько просто примеров я зачитаю из этого списка а вы у себя отметьте известны не вам или не известны но литерал ну и тут надо поставить один или пол балла если известны или частично известны local variable стринг стек юнион тайпдев 3 индекс хип вариант контейнер класс дабл пресижен битмап буллин варей был так не понял че стрелять ему в этот виг ах ты а мне очков не было ладно че тут еще b3 link at least name it constant вэлью чейн еще какие-то умные слова ну короче по результатам этого теста можно узнать кто вы на самом деле ну это так предварительно то есть насколько знакомы вам эти все типы и если знакомы насколько вы понимаете их значение но это была такая вводная а теперь переходим к подглаве которая называется грамотное объявление переменных и так начинаем неявные объявления некоторые языки поддерживают неявные объявления переменных так если программируя на visual basic вы попытаетесь использовать необъявленную переменную компилятор может автоматически объявить ее для вас это зависит от параметров компилятора неявные объявления переменных одна из самых опасных опасных возможностей языка если вы программируете на visual basic то знаете как жаль времени потраченного на поиск причины неправильного значения аккаунт number если в итоге обнаруживается что вы по ошибке вызвали переменную аккаунт num которая была инициализирована нулем если язык не заставляет объявлять переменные подобную ошибку допустить очень легко так а где все и сколько опыта ого 1100 опыта это круто ооо круто 1770 да получается до следующего уровня нормально тогда как я и говорил в прошлый раз тут мы уровень возьмем точно ого а вот это уже нежданчик тоже нежданчик давайте валите руку смерти сейчас я попробую вальнуть не получилось эх сейчас она нифига себе жестко она она сейчас наверно перебьет половину моих этих спутников ну с одного удара смотрите сколько мне жизнь отобрала тварь какая а так попробую кая побежать дальше 47 43 сейчас вик по-любому промахнется так ладно чё делать чё делать сохранимся а если очереди попробовать лупануть и чё получил удар без какого-либо урона ну это нельзя так так вот это прикол чё-то стреляешь а когтю смерти пофиг а ну-ка я понял значит надо наверно в глаза валить попробуем попробуем ага в голову в глаза вообще 33 процента и чё получил в голову без какого-либо урона походу башки тут нету а в глаза ну в глаза 33 процента о 56 нормально сохранимся ага итак если язык требует объявления переменных для столкновения с данной проблемой нужно сделать две ошибки во первых использовать в теле метода аккаунт нам и аккаунт но ну а во вторых объявить в методе об обе этих переменных такую ошибку допустить сложнее чем а точнее что практически устраняет проблему схожих имен переменных по сути языки требующие одного явного объявления переменных заставляют более внимательно использовать данные что является одним из важнейших достоинств таких языков а если язык поддержит неявные объявления то далее несколько советов и первый совет отключите неявные объявления то есть некоторые компиляторы для таких языков позволяют запрещать неявные объявления соответственно после этого вы вынуждены будете объявлять все перемен дальше объявляйте все перемены печатая имя новой перемены объявите ее даже если компилятор этого не требует пусть не от всех но от некоторых ошибок вас это избавит так на чем я тут просто просто отвлекся только что на 10 минут ай эм сори ну и все такое так объявляйте все перемены ага понятно используйте конвенции именования чтобы чтобы не использовать две перемены там где предполагается одна задайте конвенцию употребление популярных суффиксов популярных суффиксов в именах переменных скажем конвенция может требовать применения директивы option explicit on и суффикса no так сейчас обглазаем еще раз ой 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 попал попал короче в товарища ну и последний совет это из тех советов эм для для тех языков короче которые не требуют объявления переменных это проверяйте имена переменных эм просматривайте список переменных эм список перегрестных ссылок сгенерированных компилятором или утилитой многие компиляторы составляют список всех переменных метода что например позволяет узнать о неумышленном применении двух переменных с похожими именами кроме того компиляторы могут указывать на объявленные но не использованные переменные на объявления на объявл на объявл на объявл на объявл ну бывает так и тут быстрое сохранение ну офигенная офигенно быстрая до этого тоже все равно смотрите этому мелкому гаденышу как бы тоже лупаш в него с дробовика да а ему он без повреждений с дробовика ну тут судя по всему 12 калибр насколько я вижу и и получил критический удар без какого-либо урона ну как дебилизм дебилизм надо подойти и глаза на тебе промазал ладно так ладно принципы инициализации переменных неверная инициализация данных одна из самых плодородных источников ошибок в программировании эффективные способы предотвращения проблемы проблем с инициализацией могут значительно ускорить отладку при неверной инициализации проблемы объясняется тем что переменная имеет не то первоначальное значение которое вы ожидаете это может случиться по одной из нескольких причин по одной из нескольких причин переменной не было присвоено значение она имеет то случайное значение которое находилось в соответствующей ячейке памяти при запуске программы значение переменной устарело когда то переменной было присвоено значение но оно утратило свою актуальность одним частям переменной были присвоены значения а другим нет последняя причина имеет несколько вариаций вы можете инициализировать несколько членов объекта но не все вы можете забыть выделить память и инициализировать переменную на которой указывает не инициализированный указатель при этом на самом деле вы занесете некоторое значение в случайный блок памяти им может оказаться область памяти содержащая код Им может оказаться область памяти, содержащая код. В этом блоке может находиться фрагмент операционной системы. Проблема с указателями может проявляться совершенно неожиданным образом, изменяющимся от случая к случаю. Поэтому такие ошибки найти сложнее, чем другие. Ну и дальше описаны, ну я зачитаю, способы предотвращения проблем, связанных с инициализацией. Сейчас, попробую этого все-таки добить, в глаза стрелять, а то он, а то он... Да елки, ну 42% все-таки вероятность, и попасть не могу. Так, инициализация переменных при их объявлении, простая методика защитного программирования. И хорошая страховка от ошибок инициализации. Так, следующий код позволяет гарантировать, что инициализация массива... Ну тут массив такой, student-grades, будет выполняться при каждом вызове метода, содержащего массив. Так, вот это я... Одним глазом туда, другим сюда читал. Зачитывать примеры кода не очень. Ну, я попробую. Итак, что у нас тут? Примеры инициализации массива при его объявлении. А, ну да, здесь просто объявляется массив, флот, и сразу первое значение присваивается нулю. Соответственно, ну, по стандарту, если хотя бы один элемент массива инициализирован, значит все остальные элементы тоже будут проинициализированы, ну, не этим же значением, а нулями. Ну, короче, массив инициализирован и гарантированно при запуске программы массив не содержит мусорных данных. Так, дальше, например, я вижу у Бессика, но я его не буду приводить. Это... Куда он убежал? Вот, вот... Вот же ж... И как мне его достать оттуда? Можете достанут, а? Короче, один их спутник пошел разбираться с тем когтем, а нам надо этого добить. Правильно? 17%. Ёлки-палки. А с чего стрелять? У меня-то и... И пистолетов нету. А если завершить? Я-то завершаю, но дело в том, что я же ни опыта, ничего не получу. Да нифига не происходит. Ладно. Так, ладно, этот кусок мы пропускаем. Ну, там где-то примеры кода, потому что дальше, в принципе, один текст идет. Итак, в идеальном случае сразу объявляйте и определяйте каждую переменную непосредственно перед первым обращением к ней. При объявлении переменной вы указываете ее тип. Так, при определении вы присваиваете ей конкретные значения. Если язык позволяет, к таким языкам, например, относятся C++ и Java. Переменную следует объявлять и определять перед фрагментом, в котором она используется впервые. В идеале каждую переменную следует определять при ее объявлении. Ну, то есть, когда мы создаем переменную, там пишем, создаем переменную, ну и пишем int i, то вот там int i и сразу же равно чему-то, сразу же чему-то присвоили, то есть проинициализировали. Да что ж ты будешь делать? Я так буду долго лупить. А если я отойду? А если я вот так вот отойду? Во! А потом подойду. Нет, давайте отойдем аж сюда. Итак, объявляйте переменные по мере возможности, как final или const. Объявив переменную как final в Java или const в C++, вы сможете предотвратить изменение ее значения после инициализации. Ключевые слова final и const полезны для определения констант класса исключительно входных параметров и любых локальных переменных, значения которых должны оставаться неизменными после инициализации. Стой! Вот гнида. Ладно, валим. Уделяйте особое внимание счетчикам и аккумуляторам. Перемены i, j, r, sum и total часто играют роль счетчиков или аккумуляторов. Нередко программисты забывают обновить счетчик или аккумулятор перед его использованием в очередной раз. Инициализируйте данные члены класса в его конструкторе. Подобно переменным методам, которые следует инициализировать при вызове каждого метода, данные класса следует инициализировать в его конструкторе. Если в конструкторе выделяется память, в деструкторе ее нужно освободить. Ну, и это понятно. Так, попробуем хотя бы эту завалить. В глаза не попаду. Наверное, спряталась, зажмурилась. Тварь такая. В уголку спряталась, закрыла глаза и такая типа как маленькие дети прячутся. И меня не видно, меня не видно. А я сейчас подойду к этому уголку, а она убежала в другой уголок. Давайте, давайте, ребятки, загоняем ее в угол. Блин, гранат нету, я по-моему продал, да? Все гранаты. Ну, а что эти стоят, дебилы? Стреляйте, стреляйте в это. Давайте, давайте, зажимаем. Как они любят зажимать. О! Мне в глаза еще маловато. Еще подойдем. А ну-ка. На тебе. Валим, потому что они поразбегались, ни опыта, ну, нифига получить нельзя. Давай. А эти что не стреляют? Мудилы. Я так понимаю, того, что я так стреляю, толку никакого. Ладно, если с кулака. На тебе. Ну, ладно, пусть валит кулаком. Так. Проверяйте необходимость повторной инициализации. Спросите себя, нужно ли будет когда-нибудь инициализировать переменную повторно. Например, для применения в цикле или для переустановки ее значения между вызовами метода. Если да, убедитесь, что команда инициализации входит в повторяющийся фрагмент кода. Инициализируйте именованные константы один раз. Переменные инициализируйте в исполняемом коде. Елки-палки, перелом. Да, не, загружаюсь это не дело. Ну, с переломом. Я сейчас опять буду ходить с этим переломом. Сейчас эти подойдут, зажмут эту, эту, эту. Давайте, давайте, зажимайте, но вы же не зажимаете. А если я вот тут встану где-то. Так, ладно. Инициализируйте именованные константы один раз. Переменные инициализируйте в исполняемом коде. Если переменные служат для имитации именованных констант, вполне допустимо инициализировать их один раз при запуске программы. Инициализируйте их, к примеру, в методе StartUp. Истинные переменные инициализируйте в исполняемом коде неподалеку от места вызова, от места их вызова. Очень часто метод, который первоначально применялся один раз, после изменения программы вызывается многократно. Переменные, которые инициализируются в методе StartUp уровня программы не будут инициализироваться повторно. Есть. И сразу же получили уровень. И давайте по Ода. Да, это видно, что это, походу, кастомный уровень, потому что вот эти книжечки как-то по-другому нарисованы, чем те. Так, уровень получил. И что бы прокачать? О, способность. Ну и какую же способность взять? торговец его нафиг светоч разведчик о прилив адреналина то наверное не надо оратор быть оратором значит одноразовый бонус плюс 20 к на красноречия сколько мне сейчас мутация не не надо ой 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 не понял эй а как как так а вот нет я как-то тут что-то выбрал и типа можно было потерять способность а как а блин ладно красноречия 73 если вы выберу оратор то получается будет 93 что ли а легкий шаг это чё не надо так плюс 5 броневертки говорун чё такой говорун не каждый уровень будет повышать ваш интеллект на 1 давайте-ка я наверно выберу оратор или внушительность блин или оратор или вот это не на 1 компаньона больше мне не надо а вот это по моему прикольная тема иногда по его ну я когда-то выбирала иногда появляется какой-то такой штрих в черном хотя не помню черными ли не ну короче он и надо появлялся и и помогал в бою неплохо давайте наверно вертки все таки бы этот оратор есть что-то не поймут говорун интеллект да там на плюс 1 сколько мне сейчас интеллект 5 давайте наверно говору вот так теперь легкое оружие чуть-чуть прокачаем легкое оружие и ремонт хочу как минимум до 50 надо довести вот так 52 и легкое оружие дальше атаку а у не хватает ладно время в блин в ремонт в науку ну пойдет думаю пойдет чё у нас на карте на карте вроде бы все да блин темно ничего не видно ну-ка сюда сюда но там мелкого гаденыша да надо еще убить убить мелкого гаденыша в принципе все а вот еще труп какой-то да ничего нету где этот мелкий гаденыш да и ладно фиг с ним с этим гаденышем пусть так ладно идем дальше настройте компилятор так чтобы он автоматически инициализировал все переменные если ваш компилятор поддерживает такую возможность заставьте его автоматически инициализировать все переменные однако полагаясь на компилятор вы можете столкнуться с проблемами переноса кода на другой компьютер или проблема столкнуться с проблемами при использовании другого компилятора документируйте использование параметров компилятора без такой документации предположения основанные на конкретных параметрах компилятора определить очень трудно так а чё тут чё тут ребятки вот как-то же сюда вроде можно попасть правильно вот лестница вот я сюда пошел а вот сюда как мне зайти как как как-то как вон там чё-то сыпется вроде потрепало до всех потрепало не ной блин темно тут ничего не видно а или это наверное обвал я понял ладно сохранимся так идем 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 нам как-то надо в эту комнату попасть он что-то валяется книженцы так этому штриху надо зажигалку я помню у этого ничего нету чё там лестница внимательно изучайте предупреждение компилятора кстати да всегда надо изучать пяти предупреждений и очень и очень внимательно чё-то я не понял а как мне туда попасть вот это наверно да смотри какие такие типа типа я не знаю проверяйте корректность входных параметров это еще один эффективный способ предотвращения ошибок инициализации прежде чем присвоить входные значения убедить чему-либо убедитесь что они допустимы используйте утилиту проверки доступа к памяти для обнаружения неверно инициализированных указателей некоторые операционные системы сами следят за корректностью обращений к памяти выполняемых при помощи указателей другие оставляют вас на произвол судьбы тогда можно приобрести инструмент проверки доступа к памяти и проконтролировать использование указателей в своей программе так 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 это их не типографии типа это наша корова и мы ее доем понятно они тут книжки какие-то печатают хорошо только мне бы полезных книжек они вот эту вашу муть какую-то ну чё это за книга я же и прочитать не могу не могу могу только вот эту а вот эту тоже не могу правильно ладно так научную книгу я прочитал это хорошо а вот эта одежка мне может в принципе я так понимаю помочь сейчас я надену и побегаю с ними опять поговорю о том осём во пуху спрячем вот так вот инициализируйте рабочую память при запуске программы инициализация рабочей памяти известным значением облегчает поиск ошибок инициализации этого этого позволяет достичь описанные ниже подходы так сейчас погодь я круто мусор взял а зачем он может быть он кому-то надо так ладно подходы на по инициализацию памяти рабочей памяти вы можете использовать специализированную утилиту для заполнения памяти определенным значением перед запуском программы для некоторых целей хорошо подходит значение 0 но потому что оно гарантирует что не инициализированные указатели будут указывать на нижнюю область памяти благодаря чему их будет относительно легко найти в случаях процессоров с архитектурой intel целесообразно заполнить память значениями 0x cc ну в 16-ти личном представлении в том а да потому что оно соответствует машинному коду команды точке прерывания если вы запустите код в отладчике и попытаетесь выполнить данные а не код вы потонете в точках прерывания еще одно достоинство значение 0x cc ну 0x это я говорю что это в 16-ти личном представлении в том что его легко заметить в дампах памяти кроме того оно редко используется по этим же причинам Брайан Керниган и Роб Пайк предлагают заменять память константой то же самое в 16-ти личной системе сейчас я то есть 0x или 0 там крестик какой-то перевернутый и следующими буквами d-e-a-d-b-e-e-f читается dead beef или мертвая корова смешно смешно но ну они наверно вот так заполняли но кстати надо будет попробовать почему бы и нет так дальше если вы применяете утилиту заполнения памяти можете время от времени изменять используемое ей значение встряхивание программы иногда позволяет обнаружить проблемы которые остаются скрытыми если среда никогда не изменяется если среда никогда не изменяется на четверах типа шутка так вы можете сделать так чтобы программа инициализировала свою рабочую память при запуске цель заполнения памяти до запуска программы обнаружение дефектов тогда как цель этого подхода их сокрытие заполняя рабочую память каждый раз одинаковым значением вы можете гарантировать что программа не будет зависеть от случайных изменений начальной конфигурации память так что тут все это раковина унитаз туалет блин вик этот стал не в тему шо вон смерт так с этим я говорил он ничего не хочет говорить ладно надо с кем-то по тренде я каких-то книжек набрал каких-то книжек кстати здесь же были другие этажи типа второй третий там четвертый надо же там полазить а вот вот сюда да это это все таки да блин вик пчел отсюда отседала вот так вот да шел сказал раб о и и о чем так подсвечивать коробка для пожертвования сабата спасибо ладно еще один вопрос с кем она это ладно да что такое кто опять перекрыл вот это наверное она где отсюда тупой зомби нет этот не хочет значит идем наверх у это другое дело тут по идее вот вот так где у меня где у меня вик самый где блин где вы где вы где вы где вы это кто а вот он вид сейчас я ему скину хлам весь и и нам учу тут книжек так хочу еще скинуть то наверное вот эти книжки сброшу а потом у него их заберу ты мусорная на цену главное не забыть забрать потому что вдруг где-то в разговоре нужен будет этот мусор а у меня его нету что делать и квест не выполню так давай взять ну а чё за тупеж так ладно пока тут шарюсь идем дальше по книге области видимости область видимости можно можно понимать как известность переменные в программе областью видимости называют фрагмент программы в котором переменные известно и может быть использована переменные с ограниченной или небольшой областью видимости известно только в небольшом фрагменте программы в качестве примера можно привести индекс используемый в теле одного небольшого цикла переменная с большей областью видимости известна во многих местах программы применения примером может служить таблица с данными о сотрудниках используемые во всей программе в разных языках реализованы разные подходы к области видимости в некоторых примитивных языках все переменные глобальны в этом случае вы не имеете контроля над областью видимости переменных что создает много проблем в c++ и похожих языках переменная может быть может иметь область видимости соответствующую блоку или фрагменту заключенному фигурные скобки методу классу или всей программе то есть абсолютно разные области видимости в java и c-sharp переменная может также иметь область видимости соответствующую пакету или пространство имен и дальше небольшие советы которые относятся к области видимости и так локализуйте обращение к переменным чем больше это окно тем выше вероятность что в его пределах будет добавлен новый код искажающий значение переменной и тем труднее следить за значением переменной при чтении кода поэтому обращение к переменной всегда целесообразно локализовать группируя их вместе так этот чувак сказал что ну короче он рассказал про то что в подвале про то что в подвале какой-то звук поэтому я все таки наверное схожу и попробую добить вот того мелкого гаденыша да блин вы задолбали кто тут опять стоит на пути вот добью потому что за это скорее всего опыт дадут ну типа как за выполнение квеста и идея локализации обращение к переменным само очевидно однако она допускает и формальную оценку одним из методов оценки степени группированности обращений к переменным является определение интервала между обращениями ну и здесь в качестве примера приводится а вон он блин а он там и остался да я смотрю ладно так и в качестве примера здесь приводится вот несколько строчек кода а равно 0 точка запятая следующая строка кода б равно 0 точка запятая дальше с равно 0 и дальше а равно б плюс с в данном случае между первым и вторым обращением к а находятся две строки кода поэтому и интервал равен 2 между обращениями к б одна строка кода что дает нам интервал равный единички ну а интервал между обращениями к c равен нулю так вот идея локализации этих переменных обращений к переменным в том чтобы чем меньше как бы вот этот интервал к обращениям переменным тем лучше локализовав обращение к переменным вы позволите программисту который будет читать ваш код сосредоточиваться на меньшем фрагменте программы в каждый конкретный момент времени если обращения будут распределены по большему фрагменту кода уследить за ними будет сложнее таким образом главное преимущество локализации обращений к переменным в том что оно облегчает чтение программы надо как то эту тварь завалить она не валится да фиг там надо сейчас у кого то пистолет подмутить надо сейчас у ребятишек у кого то забрать пистолет давайте идите сюда да елки-палки вот так теперь может у этого есть пистолет десерт игл точно у него был пистолет убери-ка его и дашь ко мне сейчас вот так не понял а сюда так а какие бронебойные пп полуоболочечные это чё хрен его знает ладно обмен пока все так чё это за патроны оболочечные это полуоболочечные чё это су урон 2 1 наверно вот эти да так так ладно делайте время жизни переменных как можно короче с интервалом между обращениями к переменной тесно связано время жизни переменной общее число строк на протяжении которых переменная используется жизнь переменной начинается при первом обращении к ней а заканчивается при последнем в отличие от интервала время жизни переменной не зависит от числа обращений к ней между первым и последними обращениями если переменная в первой в первый раз вызывается в строке 1 а в последней в строке 25 время ее жизни равно 25 строкам если переменная используется только в этих двух строках средний интервал между обращениями 23 строки если бы между строками 1 и 25 переменная вызывалась бы в каждой строке она имела бы средний интервал равный 0 но время ее жизни по-прежнему равнялось бы 25 связь между связь интервалов между обращениями к переменной и времени жизни пояснена на каком-то рисунке 1 и чё тут и чё тут можно короче тут какой-то рисунок непонятный но я продал про пойду дальше так вот как и интервал между обращениями к переменной время жизни желательно делать как можно короче как можно короче преимущества в обоих случаях одинаково это уменьшает окно уязвимостей снижая вероятность неверного или неумышленного изменения переменной между действительно нужными обращениями к ней чё то я стреляю стреляю не буду не 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 Я не могу Эти дебилы тоже Никто не стреляет Ладно, сейчас попробуем изменить Тактику Ну, сказать этим Дурачкам Пусть тоже стреляют Так, второе преимущество Короткого срока жизни Это Оно позволяет Получить верное представление коде Если переменная изменяется в строке 10 И вызывается в строке 45 Само пространство Между двумя обращениями Подразумевает, что переменная Используется также между строками 10 И 45 Если переменная изменяется в строке 44 И вызывается в строке 45 Других обращений к ней между этими строками Быть не может Что позволяет вам сосредоточиться На меньшем фрагменте кода Короткое время жизни Снижает вероятность ошибок Инициализации По мере изменения программы Линейные участки кода Имеют тенденцию превращаться в циклы При этом программисты часто забывают Про инициализацию переменных Выполненную вдали от цикла Поддерживая код инициализации И код цикла В непосредственной близости Вы снизите вероятность того Что изменения приведут к ошибкам инициализации Кроме того Короткое время жизни Облегчает чтение кода Чем меньше строк кода Нужно удерживать в уме В каждый конкретный момент времени Тем проще Пояснять код К тому же При небольшом времени жизни На экране Помещаются сразу все обращения К переменной Что облегчает Редактирование и отладку Наконец Короткое время жизни Облегчает разделение крупного метода На меньшие Если обращение к переменной Сгруппированы В небольшом фрагменте Его проще Выделить в отдельный метод Блин Эта тварь иногда выходит Я понял Надо попробовать тут Постоять И подождать Когда она выйдет И как-то бы Знаете Вот так вот Подбежать бы И резко так Ага Ну и убить Так Агрессивная У этого тоже Десерт Игл Хорошо О Так у него Подожди У него винтовочка есть По идее Дальность-то стрельбы Повыше У такой винтовочки Пока все По идее Так Ладно Дальше Примеры Кусков кода Если все Все Подытожить То Чем меньше Время жизни переменной Тем лучше Но на самом деле Так оно и есть То есть Если есть возможность Безболезненно Это сделать То Обязательно Делайте Ай-яй-яй Убежала Вот Ух ты 9% Нормально Смотрите Я сейчас подойду И с этой винтовочки Я могу Валить Нормально Смотрите Не Что-то Плохо А У меня очков Действия не было Ооо 63 Нормально Он 8 Здоровья Потерялось 7 Ну Промазал То Такое 4 Ну Так я Хоть Попадаю И Хоть По чуть-чуть Урона Наношу Ооо Совсем Другое Дело Так И Что Получается Получается Я убил И Сейчас Пойду К этому Штриху Наверх Так Тогда По переменам Все Дальше В следующем Видео Я Вкратце Зачитаю Ну Дальше Пойду Там Будут Общие Советы По Минимизации Области Видимости Там Комментарии По поводу Минимизации Области Видимости Что Такое Персистентность И так Далее То есть На сегодня Все Ну 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 И Сейчас Я буду Играть Ну Как Играть Чуть Чуть О Вон Еще Какой Там Мусор Зачем Столько Мусора Ну Я Это Соберу Конечно А Че Не Могу Взять Наверное Да Так Тогда Я подымусь И Поговорю С Этим Товарищем Ну И По Идея В Разговоре Должно Промелькнуть Что Мол Я Скажу Что Ну Так И Так Короче Не Понял А Че Уже Нету В Диалоге А Вот Зверюга Ну Блин Я думаю Опыт дадут Ладно Может быть Кто-то Другой Даст Опыт За то Что Я Уничтожил Так С Виком Вику Надо Отдать Десерт На Вик И На Вот Это И Вот Это Это Че Такой Ух ты Технический Руководство Ну Читать Его Вряд Ли Прочитаю У меня Такие Смутные Подозрения Теперь Пока Не забыл С этим Поторговать И Этому Надо Отдать Хотя Наверное Я Эту Винтовку Потом Заберу Ну Че Б Она Че Она Не Занимала Место В Рюкзаке Так Теперь Вот Это Я Могу Прочитать По Ремонту Силовой Брони Не Могу Ну Это Видимо Видите Вне Игровые Какие Так Научную Информацию Раз Эй Я Че Выбросил Не Ну Это Блин Где Мышка 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 А ну Ка Идите Сюда Да Вот Это Толпа Спутников Неудобно Они Они Перекрывают Вход Ты В результате Никуда Дойти Не Можешь Какой План Да Отойди Отсюда Блин Я Выронил Книжку Случайно Какой План План Чтобы Вы Отошли А Я Смог Бы Так Короче Надо Их Расталкивать А ну Ка Идите Сюда Да Блин Ну Уйди Отсюда Во А я Не могу Ее читать Ну И Нафиг Мне Такие Книги Ладно Может Быть Все Таки Какой Опыт Дадут Ну Типа Если У меня Есть Эти Книжки То Я Пообщаюсь Там С Кем Небудь Из Этих Чувачков И Они Мне В обмен За Книгу Ну Эти Книжки Точно Я могу Читать Это У нас Пушки Пули Электроника Дина Вот А нормально Тут Вон Книжек В принципе Можно Подмутить Так что Где-то В этой Локации В принципе Полезно Чуть Чуть Вот Смотрите Сколько Всего Да Сундуков Тут Немало Надеюсь Тут С этой Стороны Тоже Будет Да Вот Есть Это Хорошо Так Хотя Пули И Пушки Наверное Мне Уже Особо Не Помогут Но Сейчас Попробую Сейчас Попробуем Потом Поднимемся Еще На Следующий Этаж Кстати Можно Уже Идти В яму И Ремонтировать Вот Тот Генератор Только Если Где-то Раздобыть Сапог Для Каждого О Кто Вы Так Бартер Ничего Нету Бомж Ну Ладно У этого Приветствую Бартер Нет Ничего Так О Отдолжение Я Должен Отнести Запчасти К Максу В Подвал Конечно Нет Проблем Нет Проблем Ну Давайте Сразу Отнесем Дадут Какой-то Опыт Макс Макс Так Нам В подвал И Кто Такой Макс Это Наверное Не Это Не Макс Это Зажигалка Макс Наверное Вон Вон Он Макс Да Значит Нам Надо Сюда Значит Значит Иди-ка Сюда Наркоманы Найдите Минутку Чтобы Выслушать Так Я Принес Кое-что Вон Да Вот Она Берлин С точку Опыта Руководство По Выживанию С точку Опыта Ладно Легкое оружие 104 Сейчас Попробуем Прочитать А Это Книга Скаута Ладно Сейчас Все Прочитаем О Пули И Пушки Было 104 Легкое Оружие Сейчас 104 Как было Так и Осталось Видимо Книжки Больше Сотни Уже Не Поднимут Ну Да Ладно Это Такое Так Ладно Идем Наверх Нафиг Я Тут Вышел А Ну Потому Что Только Тут Мне Надо Выходить Да Эти Спутники Напрягают Тем Что Выйти Невозможно Надо Их Расталкивать Так Ну Что Поднимемся Поднимемся Дальше Поднимемся Дальше Отойди Ко Отойди Еще Раз Пойдем Дальше Сейчас я К этому Еще В принципе Подойду Вроде Все Ну Ладно Так Пойдем Ну С точкой Опыта Это Так Себе Вообще Ни О чем Если Честно Да Ладно Может Сейчас Опыт О Это Туда Туда Так Мажор Живет Душ У него Отдельный Все Чистенько Вон Тут Смотрите Но Ничего Книга Во Подожди Кому Ну Была Аж Книга Я Этому Вику Спихнул Сейчас Вот Жак Не Книги Мусор Во Сейчас Подойду К нему Так Блин Надо Было Ему Нужна Была Книга Он Походу Больше Дал Б Этого Опыта Но Прав Тыкал Я О Могли бы Взглянуть И посмотреть Хорошо Насос Какой-то А где Его найти Так Блин Статус Починить Водяной Насос А где Он Еще Раз Вы Когда Невы Слышали Ладно Насос Его Надо Где-то Найти Этот Насос Чтобы Починить Я Что-то Кстати Не Замечал Нигде Этого Насоса Тут Тут Вроде Нет Если Тут Нет Значит Он Где-то Не Тут Логично И Тут Нет Насос Вот Это Наверное Генератор А ну-ка Или Вот Это Нет Вряд ли Это Станок А вот Какой-то А Вот Лестница Куда-то Подождите К Не Это Не Туда Где-то Насос Он Говорит Блин А где Это Кто Грибы Ремонт Какой У меня Ремонт Это Раз Два Три Четыре Пять Шесть Восемь Восемь Не Походу Это Не Насос Это Генератор Генератора Где-то Должен Насос Тоже Задачка Такая Себя Где Он А Вон Еще Вниз Есть Спуск Не Может Тут Где-то Насос Да Вроде Нет Блин Сейчас Еще Раз Вниз Попробую Спуститься Если Быть Мудаки Не Закрыли Вход Блин Отойди И Ты Отойди И Ты Отойди Надо 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 Оставлять Где-нибудь На Входе Так Где же Насос Это Вниз Спуск Нет Блин Короче Это не Дело Я их Сейчас Вот Здесь Оставлю А Сам Побегаю По Еще Этот Насос Потому Что Они Только Мешают Давайте Идите Ко Сюда Друзья Ну Где Вы Давай 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 Так Подожди Здесь Вот Это Тоже Давай Подожди Здесь И Тебе Так Ну Ладно Я думаю На сегодня Все Я сейчас Побегаю Сам Поищу Этот Насос Найду Его Ну Может Отремонтирую А если Не Отремонтирую То Отремонтирую Вместе С вами Но В любом Случа Я его Сейчас Побегаю И Поищу Сам Поэтому Всем Спасибо За Внимание Комментируем Ставим Лайки Подписываемся И Все Такое Всем Пока Продолжение следует